О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! Заседание оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией на территории Янаульского района прошло в пятницу 25 декабря. Поводом собраться в очередной раз стала вспышка заболеваемости среди педагогов и учеников Янаульского лицея. О текущей ситуации с заболеваемостью COVID-19 на территории района рассказал главный врач Янаульской центральной больницы Тимур Мадьяров. Из числа заболевших госпитализировано в ЦГБ Нефтекамска 6 пациентов, в госпитале Уфы 2 пациента, на дому с легким течением заболевания 220 человек. Выписано с выздоровлением 1527 пациентов. На карантине находятся 669 лиц контактных. За весь период зарегистрировано 159 семейных очагов, где заболели новой коронавирусной инфекцией 364 человека. 119 случаев среди работников Янаульской ЦРБ. На сегодняшний день из них выписано с выздоровлением 113 человек. 6 медработников продолжают болеть. О ситуации по распространению заболевания COVID-19 в образовательных учреждениях доложила начальник управления образования района Эльвира Шаихова. Ситуация по району по образовательным учреждениям на сегодняшний день следующая. В шести школах района закрыто на карантин 24 класса, что составляет 8% от общего количества всех классов в районе. В лицее из них закрыто 14 в самом городе, плюс 2 в филиале. Кроме того, в гимназии 2 класса, в 4 школе 2 класса, в 1 школе 1 класс, в Ямадах 1 класс, 1 класс в филиале Месибутова и 1 класс в основной школе села Орловка. Всего на карантине находится по району 545 детей, что составляет 9,9% от общего количества обучающихся района. Детей с подтвержденным заболеванием COVID-19 по нашим данным 35 человек. Учителей с подтвержденным диагнозом 24. Это составляет 6% от общего количества педагогов района. Это по школам. По детским садам картина следующая. Один ребенок с заболеванием COVID дошкольного возраста, 5 сотрудников дошкольных образовательных учреждений. В настоящее время на карантине находится одна группа в детском саду номер 14, 23 ребенка на карантине. О ситуации по распространению заболевания COVID-19 в лицее рассказал директор образовательного учреждения Алмаз Галиев. Сотрудников 107, из них педагогов 88, учеников с диагнозом COVID-21, 1,7% учеников, ОРВИ 47, 3,8%. Первые симптомы появились у нас в конце ноября после выхода обучающихся с дистанционного обучения. Сейчас дети болели дома, а сейчас, вернувшись в школу, через пару дней симптомы ОРВИ уходили на больничные. И у них подтверждался диагноз COVID. Бессимптомно переносящих COVID-19 учеников и продолжающих посещать школу мы не могли выявлять, потому что 17 ноября вышло постановление Роспотребнадзора о необязательности теста на коронавирус после контакта с COVID-19 больным. И вот такие вот вспышки появились в первых классах. Специалисты приняли решение продолжать информационную работу по оповещению населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, усилить входной контроль в общеобразовательных учреждениях района. Запланировано проведение рейда в общественных местах, в том числе и во время зимних каникул. Главным решением этого совещания стал перевод учеников лицея на дистанционное обучение с целью недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в учреждении. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 2 млн 993 тыс. жителей. В Башкортостане их число 18 066 человек. В России 29 018 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 162 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе расскажет врач-эпидемиолог Гульчач Акнурулина. За период с 18 по 24 декабря при проведении лабораторных исследований нами получено 127 положительных результатов на коронавирусную инфекцию. Из них 5 пациентов госпитализированы в госпиталь города Нефтекамска. Два пациента получают медицинскую помощь в медицинских учреждениях города Уфы. Остальные гражданам медицинская помощь оказывается на дому. Все подразделения на Ульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенной готовности. За весь период с марта этого года 15 221 человек прошли лабораторные исследования на COVID-19. Согласно предписанию Роспотребнадзора обеспечивается медицинское наблюдение 678 контактным лицам. Внушительная такая цифра контактных лиц на сегодня, потому что с каждым днем увеличивается число больных и контактных среди школьников. И соответственно целыми классами школьники отправляются на самоизоляцию и на дистанционное обучение. Вот несколько советов, как защититься от коронавируса в новогодние праздники. В первую очередь следует отказаться от массовых предновогодних мероприятий. Новогодние праздники лучше провести дома, в узком кругу семьи, стараясь максимально ограничить контакты между людьми. Носите маски в общественных местах и обрабатывайте руки. Соблюдая вот эти советы мы с вами сможем встретить Новый год безопасно и при этом счастливо. Будьте здоровы! Очередное перевыборное собрание мусульманской общины прошло в Северной мечети Янаула 24 декабря. В ходе мероприятия был переизбран имам Мухтасиб Янаульского района Фагим Валеев. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан Фидан Газизов и глава администрации района Ильшат Вазигатов. Встреча по традиции началась из священных слов Корана. Ильшат Вазигатов рассказал о проделанной работе в нашем районе. Фагим Валеев подвел итоги уходящего года. Председателем местной духовной организации мусульман Фагим Валеев проработал более 20 лет. За эти годы было сделано немало. Отремонтированы мечети, облагорожены территории вокруг них. Активно шла и работа с общественностью. Фидан Газизов отметил его заслуги и наградил свидетельством почетный имам Янаульского района. Глава района отметил благодарственным письмом за личный вклад в работу муниципальных религиозных организаций Янаульского района. Новым имамом Мухтасибом Янаульского района избрали Флорида Басырова. Отличники учебы, победители предметных олимпиад, активисты, спортсмены собрались на центральной площади города в пятницу 25 декабря. С приветственным словом к ним в этот день обратился глава администрации района Ильшат Вазигатов. Хочу пожелать дальнейшей в вашей учебе успехов. Будьте всегда старательными. Добивайтесь невозможного, как обычно говорят. Хотя это все возможно при вашем старании, при вашем упорстве, в познании нового, в изучении в разных направлениях человеческой деятельности, наук, в спорте, в культуре. Все вам по плечу. На вас все-таки сегодня смотрят ваши родители с надеждой, что вы их оправдаете и вы будете достойным продолжателем традиций Янаульского района, Республики Башкорстан, в целом нашей страны. Чтобы наша страна, наш район развивались, нужны ваши знания, нужны ваши креативные идеи. Он поздравил их с наступающим Новым годом и вручил памятные подарки от имени главы Республики Башкорстан Радия Хабирова. Презенты получили ученицы пятого класса школы номер один Алина Ямаева, гимназист Тимур Шакирянов, лицеист Амир Зиязов, ученица Каймашабашской школы Ильвина Садриева, ученица Староворяжской школы Аделина Гараева, восьмиклассница Максимовской школы Алина Фархудинова, ученик Истякской школы Искандер Хазяхметов, ученица одиннадцатого класса школы номер четыре Алия Гарайшина, ученица десятого класса Новоартаульской школы Фанира Шафикова и Екатерина Умярова. Кроме приятных презентов, в этот день дети получили массу ярких впечатлений. Сказочное представление для детворы подготовили педагоги Дома пионеров и школьников и работники культуры района. Обстановка по пожарам в Башкирии остается напряженной. Ежедневно фиксируется более 20 возгораний. В нашем районе с начала года произошло более 90 пожаров. 21 декабря в 12 часов 46 минут в диспетчерскую службу пожарной части номер 109 поступило сообщение о том, что горит жилой дом. Пожар в многоквартирном доме на улице Лермонтова застал его жителей врасплох. Несмотря на то, что он был быстро локализован, огонь оставил лишь голые стены. Спасти личные вещи не удалось. Крыши над головой лишились сразу две семьи. По прибытию к месту пожара было обнаружено, что горит одна из квартир трехквартирного дома и крыша на всей площади. Силами прибывших пожарных пожар был локализован, ликвидирован. В результате пожара кровля сгорела, имущество в двух квартирах, значит, не горело, выгорела одна из квартир. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации отопительной печи. На месте пожара было выявлено, что хозяин одного из квартир получил ожоги в легкой степени. Вообще обстановка в районе на сегодняшний день довольно тревожная. Произошло с начала года 91 пожар против 97. Правда, есть некоторые снижения. Но расслабляться не стоит. Мы предупреждаем, говорим жителям нашего города и района о том, чтобы были бдительны и осторожны. Не нарушали правил пожарной безопасности, особенно при эксплуатации теплонагревательных приборов. Огонь полностью уничтожил все имущество семьи Мавлеевых. Как признается хозяйка квартиры, все случилось так быстро, что времени вынести вещи и документы из огня не было. Буквально за несколько минут дом практически полностью был объят пламенем. У нас отопление печное вышло из печки. Сидели дома с мужем. Там слышно, что-то там горит. Дверь открыли, основная дверь. И вспыхнула огонь, и сразу зал. Ничего с собой не смогли забрать. Восиком спрыгнули с окна. Вот так без ничего остались. Дом уже 88-го года прожили вот так. И без работы еще, а бы муж по сокращению. Я этот тоже по сокращению. Не работаем оба. Комнату выделили обширитие. Туда хотим пока переселиться. Потом, не знаю, рады, что живы, здоровы. Муж в тяжелом состоянии. Он на инсулине в больнице. Ему очень тяжело. Люди постепенно разбирают то, что осталось от когда-то уютного дома. Что стало причиной возгорания, покажет следствие. Специалисты в очередной раз призывают соблюдать правила пожарной безопасности и оставаться на чеку. Гуляра Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Юнаульского телевидения. Заседание комиссии Республики Башкортостан по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прошло 24 декабря в режиме видеоконференцсвязи. Главной темой обсуждения стала профилактика и гибель людей на пожарах. В декабре 2020 года в Республике произошло 481 возгорание. Погибли 47 человек. Сразу в один день, 8 декабря, в двух районах жертвами пожара стали 7 человек. 15 декабря в деревне Ишпулгина, Обзелиловского района, ночью загорелся дом престарелых. Погибли 11 человек. На территории Янаульского района с начала года произошел 91 пожар. Погибли 2 человека. 21 декабря произошел пожар на улице Лермонтово. Без крыши над головой остались 2 семьи, в том числе одна семья с малолетними детьми 10 и 6 лет. Из года в год основной причиной возникновения пожара в жилом фонде остается халатность людей, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства печей. С середины декабря в рамках программы поддержки местных инициатив 2021 началось проведение итоговых собраний граждан. До января следующего года жители каждого сельского поселения Янаульского района будут решать, на что пойдут средства. Обустройство территории, ремонт социально значимых объектов или дорог, или приобретение техники. 19 декабря итоговые собрания прошли во Савдебашевском и Иткиневском сельских советах. Жители села Савдебаш активно участвовали в обсуждении проекта благоустройства территории родника. Вопрос для сельчан актуальный, родник давно требует ремонта. Перед жителями выступил глава администрации сельского поселения Айрат Шакиров. Он озвучил вопросы, представленные на рассмотрении. Среди них согласие на участие в программе выбор инициативной группы, определение суммы вклада жителей на реализацию проекта. По итогам обсуждения и голосования жители села единогласно выбрали проект приобретения материалов для благоустройства территории родника. В этот же день прошло очное собрание жителей деревни Шуды-Марии. Глава администрации Иткинеевского сельсовета Равид Шакуров ознакомил собравшихся с повесткой дня, а также с возможными вариантами участия в программе. Также единогласно местные жители проголосовали за проект капитального ремонта ограждения местного кладбища. Участие в собрании приняла начальник организационного отдела совета района Инзеля Ибрагимова. Она подробно рассказала об условиях участия в конкурсе и бальной системе оценки конкурсного проекта. За время участия в республиканской программе поддержки местных инициатив в нашем районе было реализовано более полусотни проектов. Немало планов и идей у сельчан и на ближайшие годы. Сегодня в деревне Шуды-Марии мы провели заключительное собрание по программе поддержки местных инициатив. Население поддержало ремонт кладбища. Население активно участвует. У нас и предварительное собрание. 50% населения участвовало. И сегодня население сами изъявили желание собрать по 1000 рублей с каждого двора, что необходимо у нас по баллам. И решили отремонтировать кладбище деревни Шуды-Марии. Районная детская библиотека активно готовится к наступлению Нового года и радует своих юных читателей яркими увлекательными событиями. Что интересного подготовили для своих гостей-библиотекарей далее в нашем эфире. Сотрудники детской модельной библиотеки активно готовятся к встрече Нового года. Все помещения украшены умелыми руками библиотекарей. Декорации выполнены из подручных материалов. Первое, что привлекает внимание детей и взрослых, это оригинальная елочка, выполненная из книг многотомников. Также для гостей библиотеки оформлена красочная фотозона с оленями, где каждый может сделать праздничную фотографию на память. Каждый год в декабре наша библиотека уже дышит новогодним настроением. И в этом году для всех своих читателей подготовили много интересного. Оформили книжную выставку «Новогодний библиомикс», где были представлены самые интересные книжки. Установили также мы для своих читателей доску пожеланий, где можно оставить свои пожелания на следующий год на листочке и прикрепить их на доску. В библиотеке также оформлена книжная выставка «Сюрприз. Прочитай то, не зная что». Основной сутью выставки является то, что читатель берет себе книгу, не зная ее название и содержание. Акция книга «Сюрприз» проходит второй год подряд. Дети с удовольствием вместе с родителями выбирают книгу и, прочитав ее, возвращаются вновь. Сегодня мы с друзьями посетили библиотеку, побывали на фотозоне, поучаствовали в выставке с сюрпризом. И мы выбирали цифры, и там нам попадалась книга. Было очень интересно и увлекательно. Нам понравилось. В новогодние каникулы библиотекари планируют провести ряд мероприятий ко дню детского кино. 1 января будут проходить увлекательные подвижные игры возле елки, где каждый сможет вдоволь наиграться и согреться в морозный денек. Новый год – это особенный праздник. Каждый малыш мечтает рассказать стихотворение Деду Морозу, встать в хоровод и получить сладкий подарок. К сожалению, есть и те дети, кто в силу сложившихся обстоятельств не может этого сделать. В преддверии новогодних праздников их посетила необычная делегация. Депутат Совета района Дед Мороз, Снегурочка и волонтеры. Они пожелали ребятам хорошей учебы, крепкого здоровья и удачи в Новом году. Новогодние подарки стали приятным сюрпризом для маленьких янаульцев и их родителей. В очередной раз депутаты Янаульского района совместно с волонтерами приняли участие в поздравлении детей с наступающим Новым годом. Это приятная миссия. Депутаты оказались спонсорской помощи, были приобретены подарочные наборы, которые с удовольствием мы вручаем детям. Не только депутаты города и района принимают участие, но и сельские депутаты также участвуют в данном мероприятии. Хочется пожелать нашим детишкам крепкого-крепкого здоровья, настоящего детского счастья, чтобы в их домах царил уют, покой. Восьмой год в нашей республике проходит конкурс «Лучший педагог дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан». В этом году участие в нем приняли 62 воспитателя. 18 декабря подвели и заключительные итоги. В число лучших вошла и наша героиня. Я сейчас показываю. Всем видно? Я боком буду показывать. Смотрите, палка перед собой, делаем шаг, выпад. Работать инструктором по физической культуре в детском саду «Дельфин» Светлана Тимиргалеева начала в 2009 году. И вот уже 11 лет она занимается спортивной подготовкой маленьких янаульцев. По возможности занятия проходят на свежем воздухе. Они помогают развивать хорошую физическую форму ребят и закаляют их. Четвертый год вместе с ребятами Светлана активно занимается скандинавской ходьбой. Дети с удовольствием повторяют упражнения разминки. «Свою работу очень люблю. Детей люблю. Любая работа требует самовложения, так скажем. Но в свою очередь я получаю от детей отдачу, тоже отдачу получаю. Любовь с их стороны, желание заниматься физической культурой. Они очень любят занятия физической культурой. И одним из приоритетных направлений работы нашего детского сада является физкультурно-оздоровительная работа. И в рамках вот этого направления у нас работаем по плану, который составлен, утвержден. Мы ввели вот с 2016 года такой вид оздоровления, как скандинавская ходьба. Вот. Приобрели палки, как инновационная площадка у нас эта работала. Опробировали мы ее, увидели результат работы данной площадки. И занятия скандинавской ходьбой у нас введены как основное занятие уже. Вот дети занимаются скандинавской ходьбой на улице. В конкурс участвовать, что меня сподвигло? Желание проверить свои возможности, на что я способна увидеть своих соперников, набраться, может быть, опыта еще больше. Так, конкурс сам состоял из трех этапов. Первый этап был заочный. Это предполагало оценивание интернет-ресурса участника, сайта, то есть моего. Затем второй тур. Это проведение мероприятия с детьми. И также заочно это все через Zoom-платформу мы транслировали, не покидая стены нашего детского сада, так скажем. Второй тур. Надо было показать мероприятие, мастер-класс и презентацию опыта по взаимодействию с родителями. И третий тур, он состоялся уже в Уфе. Это круглый стол с министром образования. На темы, актуальные именно по дошкольному образованию, перспективы развития, проблемы самого дошкольного образования. И третий уже, работа в микрогруппах, давалось задание, и по этому заданию мы должны были, то есть его должны были выполнить данные задания. С одной стороны, я скажу, что то, что в платформе Zoom проходило, было легко. То, что тут рядом свои стены, как говорится, помогают, да, стены свои помогают, коллектив свой родной, дети свои, родные. Знаешь, как с ними договариваться, знаешь, каждому подход. С другой стороны, не видишь, как работают другие педагоги. Вот в этом вот была трудность. Новыми идеями и методиками обучения Светлана делится со своими коллегами. Совместно обсуждают возможности их реализации. Сейчас разрабатывают новый проект – ведение спиральной гимнастики в детском саду. За этот период работы показала себя очень активным, целеустремленным, интересующимся человеком. И не зря выбор кандидатуры на участие в республиканском конкурсе пал именно на нее. Весь коллектив одобрил ее кандидатуры. Знание базовой методики по физическому воспитанию, использование технологий новых, ведение инновационной площадки в течение трех лет с хорошими показателями. Все-таки это, я думаю, что хороший результат работы. Естественно, готовя нашу конкурсантку на участие в республиканском конкурсе, весь коллектив принял активное участие в разработке пособий всевозможных, игр, материалов. Поэтому огромная благодарность всему коллективу. И хочется пожелать Ислане Галимьяна дальнейших творческих успехов. Все полученные знания Светлана старается использовать на практике, чтобы юным воспитанникам было интересно приходить в детский сад. Каждая победа в копилке дельфина – это не только высокая оценка труда всего коллектива, а еще и стимул с каждым днем становиться лучше. С 14 по 17 декабря в Стерлитамаке прошел шестой региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Russia по компетенции видеопроизводства. Участие в нем принял и воспитанник станции юных техников Максим Чичикин. WorldSkills Russia – это площадка для молодых профессионалов. Здесь проводятся региональные, национальные, мировые чемпионаты и континентальные первенства. Есть шесть направлений – информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, промышленное производство, сферы уступки обслуживания гражданского транспорта. Максим выбрал направление творчества и дизайн. В возрастной категории 12-14 лет Максим был одним из самых младших конкурсантов. Для участия в чемпионате ребятам необходимо знать все этапы видеопроизводства, владеть навыками видеооператора, осветителя, видеомонтажера, звукооператора, звукорежиссера и знать основы цветокоррекции. Свои первые ролики Максим Чичикин начал снимать больше двух лет назад, а чуть позже стал посещать телестудию станции юных техников. Вначале был отборочный тур, и мы не знали, что надо монтировать в программе «Мовави», и мы монтировали «Адопремьер-про». Ну, получается, потому что мы все время в нем работаем. Потом нам дали неделю, чтобы мы научились работать с самой «Мовави». Мы устанавливали ее на самой телестудии, и я еще устанавливала дома, и там тоже готовился. 14-го, получается, мы сделали жеребьевку и знакомились с героем. Потом мы делали фотосессию и делали пичинг, то есть презентацию своего фильма. 15-го, получается, мы снимали сам фильм и перекидывали файл на компьютер. Потом 16-го числа мы монтировали сам фильм. В последний день нам дали фильм, и мы делали с него трейлер. Трейлер должен был быть около 30 секунд, но если вначале делать черный экран, то получается 32 секунды. Из трехминутного фильма мы делали 32-секундный трейлер. Этот конкурс дал мне колоссальный опыт, и мне хотелось бы, конечно, поехать еще, потому что я уже знаю все критерии и готов победить в следующий раз. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами, встретимся на следующей неделе. 27 декабря ожидается пасмурная погода, снег, ветер южный, 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 10, минус 12, днем минус 2, минус 4 градуса. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 7, 12 метров в секунду. Местами порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 12, минус 17, при прояснениях до минус 22, днем минус 2, минус 7 градусов. В этом новом году будет в два раза больше подарков. Выбирай два украшения, плати за одно. В любом салоне ювелир-центр. Заходи в Формленд, тут круто! Скидка длится трое суток. Не пропустите новогодний марафон скидок в аптеках Формленд. Только 25, 26 и 27 декабря. Во всех аптеках Формленд скидка 21% на нелекарственный ассортимент. Не пропустите! Только три дня, 28, 29 и 30 декабря. Оформи займ от 7 тысяч рублей и получи 500 рублей в подарок. Ждем вас по адресу улицы Кудайбертина, дом 3, напротив магазина у Галины. Информация по телефону 8-987-033-2218. Денежные займы предоставляются у НКК ЦВ «Деньги людям» УГРН 114-290-7400-37. Срегистрированы в реестре МФО 651-403-111-05-137 от 20 мая 2014 года. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть и защищались от чихов других, соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы! Новый год – это всегда праздник! Но есть и обратная сторона Нового года. Будьте бдительны! Пусть Новый год останется праздником! Новый год Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И наульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Продолжение следует...